Очень интересные отзывы читаю от людей, кто уже проходил ритмическую нейрогимнастику. Там прямо есть очень такие глубокие мысли. Хотел бы парочку таких мыслей зачитать. Значит, вот Марина Щербакова, например, пишет. Все время вперед лезла правая рука, а хотелось и левой. То есть, когда у нас правая рука является сильной, а левая слабая, то упражнение на правую сторону делается легко. Упражнение на левую сторону хочется побыстрее проскочить и опять делать на правую. Это привычка, потому что это чувствует себя уверенно. Но как раз задача ритмической нейрогимнастики в том, чтобы сбалансировать и дать вашей слабой стороне почувствовать свою тоже силу. Это дает, на самом деле, очень мощную поддержку, подпитку. И вот дальше пишет, например, Мария Лоскутова. Очень полезный опыт внимательности, с большой буквы написала, осознанности. Можно заметить мелкие лишние движения, которые при игре на джемпы, например, могут отнимать лишнее время, снижая качество звукоизвлечений. То есть это уже к музыкантам, да? Мы привыкли, вот я услышал, где-то кто-то что-то круто играет, я хочу сразу так же. Но этот человек, прежде чем он вот так вот красиво, гармонично сыграл, он потратил годы на то, чтобы практиковать простые вещи. И тогда нет лишних движений, тогда все, что вы играете, оно максимально сбалансировано, и оно выражает какие-то тончайшие ваши желания что-то сказать. То есть, грубо говоря, ваше тело вам не мешает, а помогает, потому что вы его наработали как раз-таки простыми движениями. Вы знаете, я когда, например, беру в руки барабан, самое большое, что мне вообще доставляет удовольствие, это делать простые базовые упражнения. Потому что в этот момент я вхожу в какое-то такое равновесное состояние, я понимаю, что то, что я хочу, то я и могу сделать. А это самое главное, потому что если у меня есть полный контакт с собой, тогда уже вообще не будет никаких проблем в том, чтобы как. Будет уже полная сосредоточенность на том, что я хочу сделать. Поэтому вот я считаю, самое большое достижение в прохождении курса ритмической гимнастики, это не проехать побыстрее, не нажать побыстрее кнопку next, 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 что там дальше. А остановиться даже на простом упражнении, почувствовать этот поток, что у меня есть одна рука, у меня есть вторая рука. И я могу абсолютно хорошо контролировать обе руки, а значит я могу контролировать их взаимодействие, я могу подключать ноги, я могу делать много вещей одновременно, и все эти вещи будут максимально качественными. Поэтому очень рекомендую курс нейрогимнастика, ритмическая нейрогимнастика, не для того, чтобы поставить галочку «я прошел», а для того, чтобы войти в процесс и создать такое пространство вашего собственного развития, вашей фантазии наполнить эти упражнения своим смыслом и получить вот именно тот бонус, те какие-то выгоды, которые вы хотите получить в контексте вот этого вопроса «мой мозг, мое тело, мои возможности и моя свобода».